Лиза, ты любишь читать? Да, я очень люблю читать книги. Какая из них твоя любимая? Моя любимая книга «Английские розы». У тебя дома большая библиотека? Да, у меня очень много книг. А вы когда-нибудь увидели книги размером с телефон или почтовую марку? Сейчас в Краевельческом музее можно увидеть целую коллекцию миниатюрных книг и собраний Вениамина Александровича Разумова. Он был инженером-строителем, жил в Горловке и всю жизнь занимался собиранием книг. Да не обычных, а миниатюрных. Свою коллекцию он безвозмездно завещал родному городу. Сейчас в Горловке существует уникальный музей, названный в честь Разумова. В его экспозиции более 9 тысяч книг из 57 стран, написанных с 15 до 19 веков на 103 языках. Самые большие экземпляры до 10 сантиметров, а самые маленькие размером с маковое зернышко. Вы не поверите, но они еще с картинками. Скажите, пожалуйста, книги каких авторов есть на выставке? На выставке представлены уникальные книги, например, учебники грамматики, микрокниги, затем математики, географии размером 46 на 33 миллиметра, то есть совсем маленькие книжки. Это книги 1835-1837 года, то есть уникальные книги. Также очень интересные микрословари, современные и старинные издания, выполненные в форме футляров или кошельков из натуральной кожи. Какая из них самая маленькая? Самая маленькая книжка, которая у нас здесь представлена, она выполнена размерами с клеткой ученической тетради. Она привлекает самое большое внимание наших посетителей. Как такие книги можно читать? Ну, такие книги представлены в основном не для чтения, а если даже их читают, то с помощью увеличительного стекла. Выставка называется «Миниатюрная планета Разумова». Она очень интересная, но для чтения мне больше нравятся обычные книги, ведь каждый из них целый мир, неизведанная планета.